Музыка Всем привет! Это новый выпуск на канале был здесь Канал о жизни, о людях, о местах в которых можно побывать И в этом выпуске интересное путешествие на байках в сторону юга от Ничанга Проехали 240 километров в Суме Море, горы, природа Вообще классная поездка получилась Еще я встретился с русским предпринимателем, который владеет пивоварней в Ничанге Он поделился опытом по производству пива, по организации бизнеса Поэтому смотрите видео до конца, там очень интересная беседа Как и обещал в предыдущем выпуске, я покажу одно вьетнамское блюдо, национальное И где его можно попробовать А еще покажу вот это место, где сейчас нахожусь Я был здесь и всем советую Сразу подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не стесняйтесь писать комментарии Ну ладно, не будем затягивать, поехали! Я сейчас отправляюсь на бухту Винхи Это такое местечко, которое находится далеко от Ничанга Почти 100 километров ехать туда Сейчас раннее утро, солнце не жарит Надеюсь дальше распогодится Здесь у нас первый привал На таком диком пляже Кусочек побережья, среди скал На просторах Вьетнама Очень живописный здесь вид Горы Ну, чтобы остановиться, очень удобно Субтитры сделал DimaTorzok Здесь такой местный бар Пивоварня С собственным производством пива Называется Пивоварня Шульц Сейчас договорился с владельцем Этого заведения С Игорем Поговорить, побеседовать Узнать, какие были трудности В открытии бизнеса здесь В Ничанге, во Вьетнаме Все-таки в другой стране Ну и интересно узнать Как справляются с трудностями Сейчас, в такое время Тем более, был карантин здесь Тоже, когда был полностью запрет На все заведения Вот Пойдемте узнаем сейчас Привет Ну, для начала Узнать хотел по поводу Идеи Как вообще возникла идея Вот именно пивом заниматься Изначально То есть, мечта была какая-то Или Какой-то конкретный план определенный Идея родилась буквально недавно В ноябре 2016 года Я отдыхал в Муйне И там был неприятно удивлен с тем Что вечером Когда хочется где-то посидеть в баре И попить нормального пива Такой возможности там не было И все пили то, что есть Это пиво Сайгон Тайгер Три тройки Ну и прочее пиво Ну, качество его, конечно, сомнительное Пивом его назвать нельзя Это пивной напиток Потому что сварено все Не из солода А из экстракта Получается пиво дешевое Но качество его, конечно, не очень хорошее И Настоящим ценителям пива Это как бы не подходит И появилась идея, что можно Что-то привнести свое Да, когда я немножко посчитал Начал заниматься этим вопросом То я подумал, что можно В принципе Установить небольшую линию По варке нормального, хорошего пива Блин, тут вообще прикольно Свернули сейчас от главной трассы И проехали вниз немножко По такой вот По такой дороге Здесь такая беседка Это что, реально дом или беседка? Они там реально живут? У него реально очень крутая беседка С охотным видом У него лакшери вообще Лакшери Правда, хардкор Я уже заколебался Твои маты запикивать, кстати Реально он в крутом месте живет Очень крутой Так а где магазины Где цивилизация Прямо как решельник У него вообще ничего нету Так, посмотрим там Здесь такая бетонная дорога Может они тут строить что-то собираются? Тут мотоцикл такой Здоровенный Припаркован Хонда А, это такой спортивный По горам Сначала Бетонка кончается И здесь прям по камням По дикой дороге Я сейчас спустился посмотреть Как там съезжают С байка съехали Безопасно или нет И вот там Выезд на другой пляж Который был Напротив того места Где только что сейчас были Сейчас съеду И посмотрим Всю подготовку Специальный агент, да? Провел То есть Помог здесь Да, юрист Она из России, да? Который живет здесь В Ничанге Мы определились с ней Что ввиду сезонности Которая существует В Муйне Вот этот проект Делать не надо И решил Такой проект Сделать в Ничанге А выбор Вот расположения Вот тут мы на севере Находимся Это не лучше Было в центре Открыть Или как выбор Вот этот Происходил Что север И центр Туристическая зона Мне надо было Помещение Или территорию Площадку Примерно 300 квадратных метров Не стали заниматься Этой проблемой В центре Ничанга Поскольку Там дороже, да? Почти в три раза дороже Да Чем на севере Это первое Все помещения там маленькие Они не удовлетворяют Моей потребности Для того, чтобы поставить завод И сделать при нем ресторан Вот Это второй Вот это уже четвертый вариант Который она мне прислала По электронке Я все это дело посмотрел Фотографии Вот Меня на тот момент Удовлетворила Та территория То, что она мне прислала Именно своими размерами И расположением Первой линии Отсюда примерно в 100 метрах Находится северный пляж Территория доступная Для туристов Очень удобная Когда я сюда приехал Здесь росли деревья Висели какие-то сети Было какое-то сомнительное кафе Но когда оно закрылось Местные аборигены Мародеры, я бы так же сказал Они оборвали все провода Все розетки Тут не было ни электричества Ни подачи воды Ничего Просто были горы мусора И росли деревья Мне пришлось строить помещение В предыдущем выпуске Я сказал, что покажу Еще одно вьетнамское блюдо Национальное Блюдо называется Нем Нонг Это блюдо представляет из себя Колбаски Свиные Пожаренные на гриле И завернутые в ролл Из рисовой бумаги С овощами Очень такое Необычное Специфическое блюдо За счет того, что там еще Соус подается Очень оригинальный Здесь такой перекресток Вот там рынок находится Чедам Дальше по прямой А вот здесь Две такие Кафешки Вот здесь Готовят А мне больше нравится Вот это кафе Как-то тут более Выглядит И поинтереснее И главное Что там можно Помыть руки Внутри Сюда я заходил Там что-то было С туалетом Проблемы Поэтому рекомендую Вот сюда Ходить И почище Как-то выглядит Поинтереснее Рядом тут еще Какое-то скромненькое Место Тоже называется Нем Нонг Но нам вот сюда Вот так она выглядит Как столовая Такая Да Еще тут Несколько этажей Вот здесь Можно спокойненько Руки помыть Что очень важно И можно подняться На второй этаж Еще А может быть Даже и на третий Короче здесь Места много Даже лифт есть Первый этаж Всегда больше людей Здесь Более переполнено Они готовят Здесь такое меню И вот первая строчка 50 тысяч стоит Нем Нонг Вот То есть меню Можно просто показать И принесут порцию Тут без картинок Без всего Просто Такое меню На другой стороне На другой стороне Напитки Тут пиво Можно еще тут заказать Чада Вот стоит Два донга Всего лишь Это чай со льдом Обычно приносят его В кафе Бесплатно Ну вот здесь Вот два донга Стоит Изначально мне Конечно не нравился Он Но как-то потом Привык И мне кажется Уже сейчас Очень вкусно Ванильный Такой немножко Вкус у него Но он очень дешевый И они заваривают его Повсеместно И пьют Со льдом Стоит да вообще прикол но это же не винхи я думаю нет дикий пляж там типа вот можете приехать вы расскажи берете телочку палаточку шишечку и все хорошо здесь речка есть кто хочет пресная но только песка нет у нас здесь 2 остановочка такой вот здесь пляж оказался здесь чисто бункер ракушек песка пока нет но когда-то это скорее всего превратится в песок все эти ракушки разрушатся здесь будет песочек но вода вообще чистая прозрачная красиво особенно впечатлила дорога вот сюда с этим бетонными плитами как-то странно эти плиты сделали дорогу сделали а здесь нет ничего планируют планируют да планируется да наверно я тоже так думаю что-то начинается с дороги с ваш надо как-то материал ну да кстати да Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, едем дальше Вышло солнышко, сейчас начинает припекать Вот уже днем распогодилось Вот этот подъем опять тяжелый Сейчас посмотрим, как мы в гору заберемся Мне принесли Вот главный ингредиент Это вот такие вот колбаски, жареные на гриле Заворачивается это все вот в такую рисовую бумагу А здесь рядом с колбасками лежат рисовая бумага тоже, но жареная во фритюре Хрустящая, очень классная Так, и набор овощей Огурчики Обычно тут еще кислый манго лежит Тоже как овощи добавляется внутрь Сейчас у них закончилась Маринованная морковка И маринованный красный лучок И зелень Здесь лист салата Такие листочки у них везде добавляются во все блюда И вот это такой лучок осока Если кто в деревне пробовал Вот это вот именно она Ну тут на столе лежит чеснок Перец зеленый острый Соус при желании можно добавить еще вот такой рыбный соус с перцем У них тоже стандартно ко многим блюдам подается Но это здесь уже было на столе И самое главное Вот такой морковный соус Густой сладкий соус Попробуем сейчас завернуть Берем листочек И накладываем овощи Вот так разрываю лук красный Тоже кладу сюда Потом кладем вот это мясо свиное Кладем вот этот жареный Жареную в рисовую бумагу Огурчик И осоку И начинаем заворачивать Завернуть Можно, ну можно как попало завернуть А можно Особым таким способом Заворачивая уголочек И получается вот такой ролл Этот соус теплый Хранится он в подогретом виде Все время В таких как рисоварках Так что подают его теплым Соус, кстати, готовится Морковь и арахис Орехово-морковный соус Рецепт я не нашел В интернете, как готовится Если кто-то найдет Напишите в комментарии мне В прошлом выпуске я показывал Блюда северного Вьетнама А это блюдо именно Южного Вьетнама уже То есть на севере можно и не найти Как всегда объелся Очень сытная Вкусная С соусом необычная Все локации Google Maps Ссылочка в описании Внизу Так что найти не трудно будет Перейти по ссылке И посмотреть на карте Как дойти, добраться Если интересно Я заключил договор С компанией Шульц Бревери Где установлена линия По производству Оборудована для Пивной и молочной промышленности По немецкой технологии Эта компания изготовила для меня Оборудование Для варки пива Я сюда приехал Нанял строительную компанию Небольшую Там 4 специалиста Которые тут все это делали Надо было обязательно Соблюсти технические условия Завода Там 7 разных условий По канализации Вентиляции По подключению электроэнергии Ну и так далее После этого С завода Шульц Бревери С которым был заключен договор Не только поставки А монтажа оборудования Приехали ребята Два человека Мы все это дело Здесь Каждые узлы Опробовали То есть здесь И холодильная установка И варочное оборудование И оборудование В котором происходит Основное ображение Дображивание Созревание пива И далее хранение Ну и в марте 2018 года Приехал человек Пивовар Технолог Высочайшей категории Который Наладил много-много Пивоварень По всему миру Он именно Рецептурами занимается Он именно Технолог пивовар Но Который Запускает с нуля Вот такие пивоварни Как моя Он Обучает специалистов Как технолог И Устраняет мелкие Неисправности Которые возникают Потому что Пусконаладка И первые варки Они как раз Выявляют недостатки Сборки Какой-то Погрешности Да Какие-то возникают Проблемы И человек не чувствует Себе одиноким И брошенным То есть Есть на кого Переться Ну и 15 марта 2018 года Мы сварили Первое пиво Открытие у нас Было 7 мая Вот мая А в марте Мы сварили пиво Поскольку Со дня варки Пива До его созревания Необходимо соблюдать Время Которое необходимо Для того Чтобы пиво Прошло основное Ображение Дображивание Созревание И только после этого Когда пиво уже готово А это примерно Полтора месяца В каких-то случаях В сортах Это два и более Месяца А сейчас мы находимся В центре Ничанга Тут позади меня Площадь Лотоса И я хочу показать Самую популярную Для посещения туристов Буддистский храм Называется Пагода Лонгшон Доехать до него Можно Вот тут По центральной улице По карте Она выглядит Немножко такая Как наискосок Вот Большая улица Можно пройти пешком Многие туристы ходили Говорят, что Примерно занимает Это полчаса Ну я конечно же На байке поеду Поехали туда Сейчас я вам Все расскажу И покажу Какая забавная Здесь ретро-машинка Стоит Это Вольфсваген Жук Старый Он здесь Все время На этой улице Стоит Я сколько проезжал Несколько раз Его уже видел Вот мы и пришли Крам Пагода Лонгшон И здесь Нас встречают Сначала Старые ворота В азиатском стиле А дальше Тут такая Аллеечка Чем примечательно Это место Больше всего Это тем, что Здесь На вершине горы Большая статуя Белоснежного Сидящего буты Расположена Поэтому Это место Очень притягательное Для всех туристов И оно находится В центре города Добраться до сюда Нетрудно Вход здесь Бесплатный Поэтому Все сюда И уходят И даже Бесплатные экскурсии Сюда по-моему Организовывают А сейчас Поднимемся наверх Там красивый Обзорный вид Высоты Пойдемте туда Как и в любой Буддийский храм В Лонгшон Заходить в шортах И майке нельзя Обязательно Должны быть Покрыты плечи И колени А обувь Перед входом Нужно обязательно Снимать На территории Есть монастырь И постоянно Проходят службы Подъем к статуе Проходит по длинной Каменной лестнице Сбоку от храма По дороге наверх Есть поворот налево Там расположена Статуя Лежащего Будды Она символизирует Уход Будды Из земной жизни Отображается он Лежащим на правом боку С блаженной улыбкой На лице Недалеко от Лежащего Будды Чуть выше по лестнице Расположен Колокол желаний Для того Чтобы провести Обряд исполнения Желаний И очистить душу От негативной энергии Нужно сесть Внутрь этого колокола В нем нет язычка А звук Извлекается Ударами по внешней части Считается что Звук от удара По колоколу И чтение мантр Монахами Исцеляют И очищают душу Сидящего внутри А вы когда нибудь Пили тростниковый сок? Во Вьетнаме Тростниковый сок Делают повсюду Когда мы добрались До бухты Винхи И первым делом Остановились попить Я взял себе Тростниковый сок В Ничанге Его делают на улице На каждом углу Берутся стебли тростника И пропускаются Через жернова Несколько раз Сок стекает в емкость А потом его наливают В стакан со льдом Вкус очень интересный Можно наверное Сравнить с березовым соком Только более насыщенный И гораздо слаще Бухта Винхи Представляет из себя Рыбацкий поселок Расположенный примерно 80 километрах К югу от Ничанга Я слышал что сюда Организовываются экскурсии На машине С заездом И в другие интересные места Например В пещеру дракона На территории храма Туван В этой пещере я был однажды И обзор тоже можно посмотреть На моем канале Кому интересна такая поездка По нетуристическим местам Пишите в комментарии И я попробую найти Организаторов такой экскурсии В Винхи Как и в Ничанге Можно поесть свежайшие морепродукты А еще в этой местности Выращивают виноград И здесь можно попробовать И приобрести местное молодое вино Вот ребята уже купили Себе морепродукты Кафе Так, так, так Ну что Фила Она сладенькая С андом огонь? Да, да Согласен Сразу эта приперность убирается Такая Намного еще дать Теплая она вообще Вот эта бутылка вся там дон Оно как какой-то Как ликер даже Какой-то Компотик Ну Блин Может тоже взять Может они скидку сделают Вообще Такой как Как ликерчик Как Линовый сироп Такой Вино И вот такое еще В общем Купил две бутылки Этого вина Никак не хотела Она мне скидку делать Но в итоге Согласилась Не за 50 А за 45 Одну бутылку Я две бутылки Просто взял За 90 Попробую Что за вино Такое Прикупил я бухлая Все хорошо В итоге За 90 В итоге Она согласилась С момента Как я приехал В Ничанг Прошло 11 месяцев Это конечно Был очень тяжелый год Пока меня не было Они построили с нарушением Мне потом пришлось Переделывать крышу Два раза ее переделывал Потому что Сначала Ну не было контроля Они сэкономили На моих деньгах Ну и сделали Хотя Значит у нас была Смета строительная Согласно этой смете Было предусмотрено Необходимые средства Для покупки Самих стройматериалов Значит Зарплаты рабочим Ну и кроме того Там Все это было умножено На 15 процентов На разные проблемы Ну грубо говоря Деньги разворовали Документы не предоставлялись На покупку Того или иной Стройматериалов Просто на бумажке Было записано Что Вот это стоит столько То есть Надо очень длительно быть Лучше самому присутствовать Да Конечно Надо Обязательно Самому присутствовать Или там Чтобы был человек Который за этим наблюдал Они допустим Влагостойким Гипсокартоном Обшили мне помещение Самой пивоварни Указали там 10 миллиметров Соответственно Цена Этого гипсокартона 10 миллиметров Одна Но когда я начал проверять Там оказался Гипсокартон 6 миллиметров Который стоит Вдвое дешевле Мне отчитались Что они потратили В два раза больше денег Ну и мне пришлось С этим разбираться Так же как и с плиткой И с проводами И с крышей Поэтому конечно Отдавать все на откуп Вьетнамским строителям Контролировать это удаленно Будете это делать Это значит Вы сразу Лишаетесь 30 процентов денег Которые будут Разворованы Огромный белоснежный Будда Расположенный на горе Храмового комплекса Лонгшон Кажется воздушным И невесомым Будда как будто бы Парит в облаках Сидя на цветке лотоса С обзорной площадки Рядом со статуей Открывается панорамный вид На весь город А сама статуя Видна издалека Высота статуи Составляет 14 метров И выглядит впечатляюще По стаменте статуи Расположен небольшой молебен Изначально храм был построен На этой горе В 1886 году И назван он был по-другому А в 1900 году Под воздействием Сильного шторма Он начал сползать с горы Поэтому монахи Переместили его К подножию Перенесенный И восстановленный храм Переименовали И дали название Лонгшон Что в переводе С вьетнамского Означает Горный дракон На постаменте На котором сидит Будда С каждой из шести сторон Имеется изображение Монаха в огне Их появление здесь Напоминает О трагических событиях Произошедших В 1963 году В этом году Шестеро монахов Пагоды Совершили на этом месте Акт публичного Самосожжения В знак протеста В то время Президент Южного Вьетнама Принадлежал Католическому Меньшинству И считал Что государственной религией Должен стать католицизм По всей стране Начались гонения На буддистов И представителей Других религий Среди буддистов Начались протесты И волнения Они призывали К равенству религий В ответ Власти пытались Жестоко подавить Эти протесты Тогда буддистский монах Ткить Куандык Решился на акт Публичного самосожжения На одной из оживленных Улиц Сайгона Монахи храма Лонгшон Последовали его примеру В итоге Президент был свергнут И это означало Конец преследований Граждан по религиозному признаку Через дорогу От храмового комплекса Установлен белоснежный памятник Монаха Ткить Куандык Он напоминает О вечных ценностях Которые несет буддизм О мире, свободе и равенстве А вот в плане оформления Интересно Я просто слышал Что тут именно Вьетнамца нужно В долю оформлять Вот этот момент Тоже был, да? Ну да Если организовать И сделать какое-то предприятие С использованием Сто процентов Инвестиций Допустим Россиян Или других иностранцев То возникает Очень много проблем Начиная с регистрации Предприятия Но это возможно, да? То есть без участия? Без участия возможно, да Но дороже гораздо Дороже Возникают Везде большие препоны Именно на уровне Решения государственных вопросов То, что там вы построите Какое-то помещение Тут проблем нету Но когда вы уже начинаете решать Проблемы, связанные Там с налогообложением С теми самыми пожарниками Участковым Который сюда будет приходить Вы не сможете с ним Вести диалог Поскольку вы не знаете Вьетнамского Они не знают русский язык И любая Даже самая маленькая проблема Не будет решаться А по налогообложению То есть как тут начисляется Это выплачивается? Ну, по налогообложению Я сейчас Плачу налог Единый раз в квартал Естественно, встал на учет Тут нету налоговой Как в нашем привычном понимании Организации Которая занимается чисто налогами Тут все выполняет участковый Эти функции на него возложены Я оплачиваю за три месяца Единый совокупный налог От прибыли Или Он такой фиксированный 7-8 миллионов Донгов, заклад И все, да? И никаких больше нету Платежей таких Все Ну, у нас бывают проверки Приходят и пожарная инспекция И участковый приходит Особенно, когда вот была пандемия Тут как бы Закрывали предприятия В плане пандемии Вообще актуальный вопрос Да, сейчас Как пришлось выживать Как многие закрылись И не открылись потом Кто-то открывается с трудом То есть очень большая проблема И в России И здесь тоже Не все выживают Как вот в этом плане Пришлось В управлении Шульца поступить Может какие-то нововведения Пришлось ввести Или уволить кого-то Или что-то сделать Да, конечно Это был очень сильный удар Есть везде маленькие магазины Маленькие кафе Этот весь малый бизнес закрылся Даже не из-за того, что пандемия А просто прекратился поток туристов Все ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Кто здесь ходил? Вроде Ерсин Он отдыхал тебе здесь? Или работал? Здравствуйте ходил Какой Ерсин? Это французский какой-то естествоиспытатель Который здесь Какой испытатель? Это врач Который Излечил в Вьетнам Во время там Какая-то была эпидемия чумы То ли еще чего-то И он создал вакцину И тут Вылечил очень много людей И его тут обожествили Улица Ерсина Музей Ерсина Я думал, что вы в музей хотели На первой линии Нет Есть дом Ерсины Где он жил На даче Ерсина Так и называется Значит надо туда ехать? Она закрыта Туда не проезжаешь Почему? Временно закрыта Или на совсем? Два года уже закрыта Конечная точка у нас будет Вон видите скалы В конце Провода очень низко сделаны По вьетнамским технологиям Дебилин сто процентов Потому что во время шторма В сезон тайфунов В сезон дождей Их сто процентов Обмывает водой Сто процентов рвется Думаешь здесь прям такой высоты поднимает? Да, ее больше чем уверен Еще нет Вот это берег И вот до сюда доходит И вот это все будет затоплено Я больше чем уверен тоже Вот это все Это соленая вода Да, и люди без света остаются Так а здесь поселка-то нет? Какой-то музей там? Или это отель? Это отель или что это? Мы же не знаем, что там еще идет Там же домаш все равно есть И на сколько? На 2 километра, на 3 Эти провода расстелены Ну это да, вообще прикол так конечно делать Небольшой привал Плюс здесь можно посмотреть Вот такие виноградники Все-таки мы наконец-то до них доехали Выращивают виноград Горы Такая поляна О! Какая-то Духлая ворона Не видел никогда Как виноград растет Закрылись гостиницы Закрылись эти рестораны, кафе Все эти придорожные и прочие Очень малые предприятия Просто они стали невостребованными Вот Сейчас когда им разрешили открыться Но они открылись Поскольку международные сообщения все закрыты Естественно Можно открыться А смысла это никакого не даст для работы Но как получилось у нас Да Нам разрешили свою продукцию продавать людям на вынос Вот То есть у нас технология позволяет заправлять пиво в бутылки Пришлось сократить двух поваров Пришлось сократить на время наших четырех официантов Мы чем смогли помогли им конечно Значит Денежных выплат мы не сделали Только то что они заработали Но по крайней мере Мы каждому работнику дали По 25 килограмм риса И по 5 литров масла Растительного масла Растительного масла да Рис и масло Это немножко неправильное заявление Или понимание некоторых чиновников О том что если бизнес закрылся То руководители будут платить вам Зарплату среднюю Это совершенно экономически невозможно Поскольку платить мы можем только с дохода Расходы составляли намного больше чем были доходы А если еще выплачивать зарплату То откуда брать деньги Ну да разориться можно Вот Потому что стать банкротом мы так могли бы Март у нас был упадочный Поскольку уже людей не было Уже туристы уезжали Апрель был он убыточный Вот Но мы все равно держались на плаву Вот Ну и в мае начали работать 1 мая открыли все заведения А ты прекратился С 4 мая нам разрешили работать Вот именно нам И мы переориентировались на Вьетнам Снизили стоимость пива на 30% Это основной наш продукт Что стало более доступным Для того чтобы к нам начали приходить не туристы А местное население Местные жители города Ничанга Сейчас цена у нас сохраняется Ту которую мы снизили Вот И до восстановления потоков туристов Мы не планируем ее поднимать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это пиво есть только здесь Что за пиво-то? Вкусное или как Сауган? Это Ничанг производит Его нигде нет пива Ничанг В этом районе нет За 7 донгов За 7 донгов мне это больше нравится Чем Сауган У нас немецкое качество Сейчас я объясню почему На оборудовании Которое соответствует качеству Установленных в Германии поскольку завод немецкого производства варится пиво из солода, тоже произведенного в Германии с учетом того, что технологию порядки варки, ну и прочие порядки устанавливал пиар высшей категории технолог, имеющий очень большой опыт поэтому я могу называть наше пиво именно пивом, которое соответствует качеству немецкого пива А какое пиво? Вот светлое есть, пилсонер по видам? Три или четыре сейчас? Значит, в данный момент у нас четыре вида пива, но самое популярное это баварский лагерь это такое классическое пиво, которое, кстати, очень любят немцы но оно не очень сложное по своему составу, поскольку там присутствует только два солода и то можно сказать, что пилсонер присутствует на 90% и там карапилс всего 10% ну, можно сказать, что это пиво, сваренное из одного солода ну, с применением очень хорошего качественного хмеля, ну и дрожжей, естественно Лагерь, да? Лагерь, да? Лагерь, оно более понятно и вьетнамцам тоже поскольку то пиво, которое продается у них в магазине, оно по своему и цвету, и запаху, и вкусовым качествам оно немножко похоже на местное пиво, да, которое продается в магазине и у них культура питья этого напитка более близка для них следующее светлое пиво, которое называется бельгийский бланш, он еще и пшеничка называется вот, и нефильтрованное его называют пиво но фильтрации хоть все равно нету нигде ни в одном пиве, но... да, дело в том, что фильтра вообще не установлены, их нету на заводе так же, как и нету пастеризатора пива вот, пиво живое, поэтому там присутствуют дрожжи, которые там находятся нормальные, живые, хорошие дрожжи ну, а бельгийский бланш, это очень капризное пиво и в Ничанге его никто не варит вот честно, никто не варит в Ничанге, даже во всем Вьетнаме поскольку с ним тяжело очень работать но оно настолько приятное, когда человек его пьет и необычное, поскольку там присутствует цедра апельсина, кориандр которые придают ему такой характерный очень вкус ну, и почему его еще называют пшеничка поскольку при его варке, в рецептуре, помимо ячменного солода еще присутствует на 45% пшеничный солод и поэтому вот эта пшеница, после того, как она пройдет размол вот эти мелкие крупинки муки создают в этом пиве такую мутность ну, и такой своеобразный вкус этого пива поэтому это пиво очень популярно здесь его многие любят и пьют это вот что касается светлого пива и наш вечер подходит к совершению а вот они и правда что-то ловят там, они там что-то делают конкретное можно осьминогов найти, выкопать ну, они прям по-серьезному здесь вылавливают с ведрами приходят я думаю, что это не так Субтитры подогнал «Симон» 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 Сейчас оно холодненькое Немножко разбавит, потому что оно реально очень сладкое Похоже на какой-то такой вот сироп Сладенький Не похоже, что это из винограда сделано Принесут морепродукты и с винишком Нормально